Министр цифрового развития связи Сергей Максимчук дал разъяснение по поводу работы пропускной системы в Приморье. Сейчас система проходит тестирование, техническую наладку, отрабатываются процедуры сбора данных. Граждан, которые не получили СМС через региональный портал государственных услуг, штрафовать не будут. Мы приняли решение, что наличие СМС-пропуска не является обязательным, за это никого штрафовать не будут. В то же время мы видим, что люди охотно этим сервисом пользуются, и мы отрабатываем некоторые технические моменты. Пропускная система начала действовать в Приморье 7 апреля. Изначально пропуск – это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для использования профессиональных обязанностей. Ранее сообщалось, если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить паспорт, справку с места работы и СМС-пропуск. Согласно постановлению правительства, необходимо тем людям, которые продолжают работать, иметь при себе справку от работодателя и паспорт. Этого будет достаточно. Мы продолжим работу по модернизации этой системы, и в случае необходимости по решению оперативного штаба такая система войдет уже в промышленную эксплуатацию. Добавим, получать спецпропуск не нужно для обращения за медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью. При покупке продукта в ближайшем магазине, выгуле домашних животных и выносе мусора. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. 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 Продолжение следует...